На синем, ослепительно-синем небе, полыхающие огнём июльское солнце, доредкие, раскиданные ветром, неправодоподобные белизны облака. На дороге широкие следы танковых гусениц, чётко отпечатанные в серой пыли и перечёркнутые следами автомашин, а по сторонам, словно вымершие от зноя степи. Николай Стрельцов шёл в первых рядах. На гребне высоты он оглянулся и одним взглядом охватил всех, уцелевших после боя за хутор, сухой ильмень. Николай бегло оглядел знакомые, осунувшиеся и почерневшие лица. Сколько потерял полк за эти проклятые пять дней! Внезапно подступившее короткое рыдание спазмой сдавило его горло, и он наклонил голову и надвинул на глаза раскалённую каску, чтобы товарищи не увидели его слёз. Теперь он шёл, не оглядываясь, тупо смотрел себе под ноги, но перед глазами его опять, как в навязчивом сне, вставали разрозненные и удивительно ярко запечатлевшиеся в памяти картины недавнего боя, положившую начало этому большому отступлению. Четыре раза немецкие бомбардировщики обрабатывали передний край на участке полка в тот день. Четыре танковые атаки противника были отбиты. Хорошо дрались, а не устояли. С горечью подумал Николай, вспоминая. Ему захотелось пить. Он знал, что воды нет ни глотка, но всё же потянулся рукой, поболтал свою пустую фляжку и с трудом проглотил набежавшую рот густую и клейкую слюну. Внизу уже виднелся хутор, окружённый садами и широкий плёс запруженной степной речки. Молча шагавшие бойцы оживились, послышались голоса. Должен бы привал тут быть. Ну, а как же иначе? Отмахали с утра километров тридцать. Полк разместился у самого берега речки в большом запущенном саду. Холодную, чуть солоноватую воду Николай пил маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра. Глядя на него, Звягинцев сказал, вот так ты и письма от сына читаешь. Прочтёшь немного, оторвёшься и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь. Он взял из рук Николая ведро, недовольно сказал, тебе всё больше, сынок, письма шлёт. А от жены писем, что-то я не примечал у тебя. Ты не вдовый? И неожиданно для самого себя Николай ответил, нет у меня жены. Разошлись. Давно? Но в прошлом году. Вот как, сожалеющий протянул Звягинцев. А дети с кем же? У тебя их не как двое. Двое. Они с матерью жены живут. Ты бросил жену, Николай? Нет. Она меня. Понимаешь, в первый день войны приезжаю домой из командировки, а её нет. Ушла. Оставила записку и ушла. Николай говорил охотно, а потом как-то сразу осёкся и замолчал. В душе он уже сожалел о сказанном. Надо же было целый год носить на сердце немую, невысказанную боль, чтобы сейчас вот так ни с того, ни с сего разоткровенчиться. И чего ради он разболтался? Какое дело Звягинцеву до его переживаний? Звягинцев не видел низкосклонённого, помрачневшего лица Николая и продолжал расспросы. Что же это она, стерва, другого сыскала? Не знаю, сухо ответил Николай. Значит, нашла. Ведь вот какой народ эти бабы. Парень ты и себя видный. Получал, конечно, хорошие жалобы. Какого же ей ещё чёрта надо-то было? Об детях-то она подумала, Взглянув внимательнее на затенённое каской лицо Николая, Звягинцев понял, что дальше вести этот разговор не следует. Ему стало жаль этого большого и сильного человека, товарища, рядом с которым вот уже два месяца он воюет и делит горькую солдатскую нужду. Захотелось его утешить. А ты брось, Микола, горевать одни. А отвоюем, тогда видно будет. Главное, дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас главная штука. В них самый корень жизни, я так понимаю. Им придётся налаживать нарушенную жизнь. Война-то разыгралась, не шуточная. А женщины, скажу я тебе откровенно, это самый невероятный народ. Иная в три узла завяжется, а своего достигнет. Я, брат, их знаю. Вот видишь рубец у меня на верхней губе? Тоже прошлого года случай. На 1 мая я и другие мои товарищи, комбайнёры, затеялись выпить. Ну, собрались семейно с жёнами, гуляем, гармошка нашлась. Была на этой вечеринке одна барышня. Очень она хорошо цыганочку танцевала. Смотрю я на неё, любуюсь, и никакой у меня насчёт её ни задней, ни передней мысли нет. А жена подходит, щипнёт за руку и шипит на ухо. Не смотри. Вот думаю, новое дело. Что ж мне, на вечер, за жмурки сидеть, что ли? Опять смотрю. Она опять подходит и щипает за ногу, и, знаешь, с вывертом до глубокой боли. Не смотри. Вот вернулся я, думаю, чёрт с тобой, не буду смотреть, лишусь такого удовольствия. Ну, после танцев садимся за стол. Жена против меня садится, и глаза у неё, как у кошки, круглые и искру мечут. А у меня синяки на руке и ноге ноют. Ну, забывшись, гляжу я на эту несчастную барышню с неудовольствием и думаю, вот через тебя чертовка приходится незаслуженно терпеть. Ты ногами вертела, а мне расплачиваться. И только я это думаю, а жена хватает со стола оловянную тарелку и со всего размаху в меня. Ну, мишень, конечно, подходящая. Морда у меня была тогда толстая. Ну, не поверишь, вот тарелка согнулась пополам, а у меня из носа и из губы кровь. Как при серьёзном родении. Пришлось уходить из компании. Дорогой шла она, проклятая, как живая. А только порог переступил, и хлоп в обморок. Лежит и не дышит. Ну, думаю, тут уж ни дорога не. Как бы чего плохого не случилось с бабой. Ой, как отлил её водой. Она и отошла. Крик подняла, в слёзы пустилась, ногами брыкает. Ты, говорит, такой-сякой новую шёлкую кофточку мне загубил, всю водой залил, теперь не отстирается. Изменник, на всякую девку глаза лупишь. Жить не могу с тобой, с извергом. Ну, присёл к столу, курю, лежу, любезная моя. Встала, полезла в сундук, имущество своё в узелок собирает. Дошла с узелком до двери и говорит, ухожу от тебя. У сестры жить буду. Ну, я, конечно, вижу, что на ней сатана верхом поехал, и что поперёк ей сейчас ничего говорить нельзя. Потому и согласился. Иди, говорю, там тебе лучше будет. Ах, вот как, говорит, такая, значит, твоя ко мне любовь, что ты не удерживаешь меня. Так никуда ж я не пойду, а возьму вот сейчас и повешусь, чтобы тебя, сукиного сына, всю жизнь совесть мучила. Подумал я и говорю, что же, Настасья Филипповна, вешайся. Верёвка вон за сундуком лежит. Кинула она свой узел, схватила в верёвку и в горницу. Стол подвинула, привязала один конец к крюку, на каком когда-то люльку детскую вешали, на другом петлю сделала и надела себе на шею. Со стола не прыгает, а подогнула колени, подбородком в петлю упирается и хрипит, будто и на самом деле душится. А я сижу возле стола, дверь-то в горницу чуть приоткрыта, и мне всю эту картину отчинно даже видно. Подождал я немного, а потом громко так говорю. Ну, слава богу, кажись, повесилась. Отмучился я. Эх, как она даст прыжка со стола, да ко мне с кулаками. Так ты рад бы был, если бы я повесилась. Такой-то ты любящий муж. Носил ее, утихомилил. Хмель с меня, как рукой сняла. Звягинцев посмотрел на товарища и огорченно крякнул. Николай, запрокинувшись на спину, крепко спал. Под черными опущенными книзу усами белели неровные зубы, а в приподнятых уголках рта так и остались морщинки, тени не успевшей сбежать с губ улыбки. Николай вскоре проснулся. Легкий ветер шевелил листья яблони. В саду пахло вянущей травой, дымом и пригорелой кашей. К нему подошел приятель, бронебойщик Петр Лопахин, шутовски раскладываясь. Пойдем, Коля, искупаемся до обеда, а то ведь скоро трогаться. Наши ребята из речки не вылезают. Я и то ополоснул разок грешное тело. С Лопахином Николай подружился недавно. В бою за завхоз «Светлый путь» окопы их были рядом. Лопахин прибыл в полк только накануне, с последним пополнением, и Николай видел его в деле впервые. Николай, стоя на коленях, набивал дрожащими руками диск-автомат. Он видел, как из-под гусениц танка хлынула в окоп Лопахина желтая глинистая земля и подумал, что бронебойщики погибли. Но спустя несколько секунд из полузаваленного окопа из облака желтой, не успевшей осесть пыли, высунулся длинный ствол ружья. И почти тотчас же Лопахин окликнул Николая. «Эй, ты, брюнет с усами, живой?» Николай приподнял голову и увидел багровое, злое, измазанное глиной лицо Лопахина. «Что же ты не стреляешь в гроб, твою душу? Не видишь, вон они лезут!» – заорал Лопахин, зверски выкатив светлые глаза, указывая на немцев, ползком пробиравшихся вдоль межи. Первой короткой очередью Николай срезал белые головки ромашки, росшие на гребне межи. А когда взял пониже, то сквозь ярусную дробь своего автомата с наслаждением услышал резкий, два раза повторившийся вскрик. После боя вечером в землянку вошел Лопахин. Он внимательно оглядел красноармейцев, спросил, «А где у вас тут, ребята, брюнет с усами? Красивый такой, похожий на английского министра Антона Идена». Николай повернулся лицом к свету, и Лопахин, увидев его, деловито сказал, «Нашел я тебя все-таки. Давай, земельчок, выйдем, покурим на свежем воздухе». Они присели около землянки, закурили. «А ловко ты последний танк подбил», — сказал Николай, рассматривая в сумерках загорелое, кирпично-красное лицо бронебойщика. «Я думал, что вас обоих завалило землей. Смотрю, высовывается ружье». И тогда Лопахин насмешливо прервал его. «Вот-вот, этого я и ждал. Моей работой ты восхищаешься. А почему сам не стрелял, когда по моему окопу танк топтался? Почему не стрелял по автоматчикам до тех пор, пока я тебя не выругал? Мне твои восхищения нужны, как мертвого горчичника. Понятно? Мне дело нужно, а не восхищение». Николай, улыбаясь, ответил, что заминка произошла у него в тот момент потому, что он опорожнил все диски. Лопахин, прищурившись, покосился недоверчиво, сказал. «В бой собрался. А потом оказалось, что к бою ты и не подготовлен. В наших отношениях с тобой одного только не хватает. Ты бы, как наши союзнички, совесть в карман положившие, мне только патрончики подбрасывал, да похваливал меня. А я бы за тебя воевал. Так, что ли? На красоту были бы отношения». Видя, что Николай хмурится, Лопахин протянул куцую сильную руку, добродушно сказал. «А ты не обижайся. На правду разве можно обижаться? Раз уж нужда нас сосватала, воевать вместе будем. Давай познакомимся. Мы с тобой, кажется, земляки. Ты Ростовская область. Ну вот, а я из города шахты. Будем друзьями». С того дня они и на самом деле подружились с простой и крепкой солдатской дружбой. Несмешливый, злой на язык, бабник и весельчак Лопахин словно бы дополнял всегда сдержанного, молчаливого Николая. И, глядя на них, старшина Поприщенко, медлительный пожилой украинец, не раз говорил. «Если бы Петра Лопахина и Николая Стрельцова превратить в тесто, а потом хорошенько перемесить и слепить бы из него человека, может, и получился бы из двоих один настоящий человек. А может, и нет. Кто же его знает? Что из этого месива вышло бы?» У речки певуче звенели пилы сапёров. Слышался плеск воды и довольный гогот купающихся красноармейцев. Раздевшись, Николай выстирал гимнастёрку и портянки, сел на песок, обнял руками колени. Лопахин прилёг рядом. «Мрачноват ты нынче, Николай! А чему же радоваться? Не вижу оснований. Какие ещё тебе основания? Живой? Живой. Ну и радуйся. Смотри, денёк какой выдался. Солнце, речка, кувшинки вон плавают. Красота, да и только. Удивляюсь я тебе. Старый ты солдат. Почти год воюешь. А всяких переживаний у тебя, как у допризывника. Ты что думаешь? Если дали нам духу, так это и уже всё. Конец света. Войне конец. Николай досадливо поморщился, сказал. «При чём тут конец войне? Вовсе я этого не думаю. Но относиться легкомысленно к тому, что произошло, я не могу. А ты именно так и относишься. И делаешь вид, будто ничего особенного не случилось. Для меня ясно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем. Но кое о чём можно догадываться. Идём мы пятый день. Скоро уже Дон, а потом Сталинград. Разбили наш полк в дребезги. А что с остальными? С армией? Ведь это же тоска. Вот так идти и не знать ничего. А какими глазами провожают нас жители? С ума можно сойти. Бьют нас, да? Значит, по делам бьют. Воюйте лучше, сукины сыны. Цепляйтесь за каждую кочку на своей земле. Учитесь врага бить так, чтобы заикал он смертный икот. Чтобы от ярости пена на губах кипела. Тогда и повернётся немец задом на восток. Понятно? Я, например, уже дошёл до такого градуса злости, что плюнь на меня, шипеть слюна будет. Потому и бодрый я, потому и хвост держу трубой, что злой ужас. А ты и хвост поджал, и слезой облился. Ах, полк наш разбили, ах, армию разбили. И если же сейчас отступаем и бьём, то при наступлении в десятеро больнее бить будем. Как только повернутся задом на восток, ноги сучьим детям повыдергаем из того места, откуда они растут, чтобы больше по нашей земле не ходили. Я так думаю. А тебе вот что скажу. При мне ты, пожалуйста, не плачь. Всё равно слёз твоих утирать не буду. У меня руки за войну стали жёсткие. Мне ровён час ещё поцарапаю тебя. Я в утешениях не нужна, если дурень. Ты красноречие не трать понапрасну. А лучше скажи, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? Когда в Сибири будем, сказал Николай. В Сибири? Нет, дорогой мистер. В эту школу далеко нам ходить учиться. Вот тут научимся. Вот в этих самых степях. Понятно? Лопахин сложил над головой руки, высоко подпрыгнул и камнем упал в зелёную плотную воду. На середине речки он вынырнул, отфыркиваясь, дико вращая глазами, закричал, «Скорее окунайся, а то утоплю!» Николай с разбегу бросился в воду, ахнул, мгновенно ощутив, обжёгший всё тело колючий холодок и, далеко выбрасывая длинные руки, поплыл к Лопахин. «Ты у меня сейчас поныряешь, дьявол кривоногой!» Купание освежило Николая. Исчезли головная боль и усталость, и посветлевшими глазами он уже по-иному взглянул на окружающий его мир, залитый потоками ослепительного полуденного солнца. «Почему же здорово!» «Будто заново на свет родился!» сказал он Лопахин. «После такого купания по стопке бы выпить до хороших домашних щей навернуть, а этот проклятый богом Лисиченко опять наварил кашу, чтобы он подавился ей!» раздражённо сказал Лопахин. «Пойдём, разве попросим и щей у какой-нибудь старушки?» «Неудобно!» «Думаешь, не даст?» «Так, может, и даст, но как-то неудобно!» «Эй, чёрт! А если бы кухни не было?» «Какое там неудобство? Пойдём! В своей родной области, да чтобы ещё щей не выпросить!» Двое знакомых красноармейцев вышли из-за плотины. Один из них, высокий и худой, нёс в руке мокрый узелок, другой шёл следом, на ходу застёгивая ворот гимнастёрки. Красноармейцы поравнялись с Лопахиным, и тот, хищно вытянув шею, спросил, «Что у вас в узелке, орлы?» «Какие?» – ответил неохотно высокий. «Ого! Где вы их достали?» «А возле плотины. Родники там, что ли?» «До того холодная вода, прямо страсть!» «Как же это мы с тобой не додумались?» – с досадой воскликнул Лопахин, глянув на Николая. И деловито спросил у высокого. «Сколько наловили?» «Около сотни, но они не крупные». «Всё равно для двоих это много», – решительно сказал Лопахин. «Принимайте в компании нас. Берусь достать ведро и соли. Варить будем вместе». Лопахин уверенно, будто у себя дома, распахнул покосившуюся калитку, вошёл во двор, не пролазан заросшей бурьяном и крапивой. Около сарая небольшая, сердитая на вид старуха, в поношенной синей юбке и грязной ковтёнке складывала кизяки. Лопахин подошёл, почтительно поздоровался, спросил, «А что, мамаша, не добудем ли мы у вас ведро и немного соли? Раков наловили, хотим сварить». Старуха нахмурилась и грубым, почти мужским поселеголосом, сказала, «Солю вам! Мне вам кизяка вот этого поганого жалко дать! Не то, что соли! Это за что ж такая немилость к нам? А ты не знаешь, за что?» сурово спросила старуха. «Бестыжие твои глаза! Куда идёте? За дом поспешаете. А воевать кто за вас будет? Может быть, нам, старухам, прикажете ружья брать? Соли вам захотелось, чтобы вас на том свете солили, да не пересаливали. Не дам! Ступайте отсюда!» Багровой от стыда, смущения и злости Лопахин выслушал гневные слова старухи, растерянно сказал, «Ну и люташь ты, мамаша, а не стоишь ты того, чтобы к тебе добрый быть! Уж не за то ли мне тебя жаловать, что ты исхитрился раков наловить? Медаль-то на тебя навесили, небось, не за раков? Ты мою медаль не трогай, мамаша. Она тебя не касается. Меня, соколик ты мой, всё касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы вы сейчас бегали, как оглашённые, и оставляли бы всё на разор да на поруху. Понимаешь ты это своей пустой головой? Наверное, в армии у тебя никого нет, а то б ты иначе рассуждал. Это у меня-то нет. Подиспытаю соседей, что они тебе скажут. У меня три сына и зять на фронте, а четвёртого, младшего сынка, убили в Севастополе, городе. Понял? Сторонний ты, чужой человек, потому я с тобой по-мирному и разговариваю. А заяви сейчас, сыны, я бы их и на бас не пустила, благословила бы палкой через лоб, да сказала своим материнским словом, взялись воевать, так воюйте, охаянные, как следует. Не таскайте за собой супротивника через всю державу. Не срамите перед людьми свою старуху-мать. Лопахин вытер платочком под солба, сказал, ну что ж, извините, мамаша, дело наше, спешное. Пойду в другом дворе, добуду ведро. Чёрт меня дёрнул сюда зайти. Поговорил, как мёд напился. Эй, служивый, погоди-ка. Лопахин оглянулся. Старуха шла следом за ним, несла бедро и соль в деревянной, выщербленной миске. Посуду тогда принеси. Всё так же строго сказала она. Всегда находчивый и развязанный Лопахин невнятно провормотал. Что ж мы, люди не гордые, можно взять. Спасибо, мамаша. И почему-то вдруг низко поклонился. Николай и двое красноармейцев ждали Лопахина возле двора. Они сидели в холодке, под плетнём курили. Потный и красный Лопахин подошёл торопливыми шагами, отдуваясь, сказал, ну и жарище, прямо адово пекло. И испытывающий взглянул на Николая, пытаясь по лицу определить, слышал он его разговор со старухой или нет. Насчёт щей не интересовался, спросил Николай. Какие-то там щи, если раков будем варить, раздражённо ответил Лопахин. А что ж ты так долго там пробовал? Лопахин воровато повёл глазами, ответил, ты старушка такая весёлая, разговорчивая попалась, никак не уйдёшь. Сыны у неё вот тоже в армии. Ну, она увидела военного и, конечно, ну, расставила, угощать затеялась, сметаной предлагала. Напрасно отказался, грустно сказал Николай. За сметану можно было бы заплатить ей. Глядя в сторону, Лопахин сказал, я не знал, что ты такой любитель сметаны, а то бы, конечно, взял. Ну, да это дело поправимое. Обратно ведро я не понесу. Хватит меня этого удовольствия. Ты отнесёшь. И, кстати, вот сметану попросишь. Старушка такая добрая, что и копейки с тебя не возьмёт. Ты не вздумай предлагать ей денег, а то обидишь её. Она мне так и сказала. До того мне жалко отступающих бойцов, до того жалко, что готова всё им отдать. Ну, пошли, а то раки наши подохнут к чёрту. Раков не удалось сварить. Через несколько минут полк подняли по тревоге. Капитан Сумсков бегло оглядел построившихся красноармейцев и, подёргивая контуженной головой, слегка волнуясь, сказал, товарищи, получен приказ занять оборону на высоте, находящейся за хутором, на скрещении дорог. оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна? За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка. Надо сохранить и честь полка. Держаться будем до последнего. Высушенная солнцем целинная земля на высоте была тверда, как камень. Бойцы окапывались с лихорадочной поспешностью. Недавно пролетел вражеский разведчик. «Теперь в скорости жди гостей», заговорили красноармейцы. «Ну как, доходная работенка?» спросил Звягинцев. «Вполне». «Вот, Микола, война так война. Сколько этой землицей и лопаткой перепашешь! Прямо страсть! Считаю так, что на фронте я один взрыл ее не меньше, чем колесный трактор за сезон. Ни в какие трудодни нашу работу не уложишь». Часам к трем по полудни окопы были отрыты в полный рост. Николай нарвал охапку сизой мелкорослой полыни, тщательно замаскировал свою ячейку. В выдолобленную в передней стенке нишу сложил диски и гранаты. Николай жадно докуривал вторую папиросу, когда послышался далекий гул моторов. Он рос, ширился и звучал все отчетливее и грознее. Шли танки. Николай насчитал их четырнадцать. Следом за ними, не пригибаясь во весь рост, шла пехота. «Да чего же обнаглели, проклятый! Идут как на параде», думал Николай с тяжелой, захватывающей дыханием ненавистью, глядя на уменьшенные расстоянием фигурки врагов. «Когда танки прошли большую половину расстояния и, достигнув кустов, увеличили скорость, Николай услышал протяжные слова команды. Почти одновременно открыли огонь расчеты противотанковых ружей и пулеметчики. Придавленные пулеметным огнем, пехота противника несколько раз пыталась подняться и снова залегала. Наконец она поднялась, короткими перебежками пошла на сближение, но в это время танки круто развернулись, двинулись назад. Откуда-то, словно из-под земли, Николай услышал глухой, ликующий голос Звягинцева. «Микола, умыли мы их! Они сходу хотели взять нахрапом, а мы их умыли! Здорово мы их умыли! Пускай опять идут, мы их опять умоем!» Николай стрелял короткими очередями экономия патроны. Бил только наверняка, но все же у него очень устали ослепленные солнцем глаза, и когда вторая атака была отбита, он вздохнул и с наслаждением на короткий миг закрыл глаза. «Опять их умыли!» Зазвучал в стороне глухой на этот раз более сдержанный голос Звягинцева. «Ты живой, Микола, живой!» Ну и хорошо. Николай опустился в окоп поглубже, изготовился к стрельбе, но успел дать всего лишь единственную очередь навстречу стремительно и косо падавшему на него самолету. К ревущему вою мотора присоединился короткий нарастающий виск бомбы. Николай не слышал потрясшего землю обвального грохота взрыва, не видел тяжко вздыбившейся рядом с ним большой массы земли. Сжатая тугая волна горячего воздуха смахнула в окоп насып переднего бруствера, силой откинула голову Николая. Он ударился тыльной стороной каски о стенку так, что лопнул под подбородком ремень и потерял сознание. Полузадушенный, оглушенный. Он не видел, как с юга по той стороне балки на немецкие автомашины обрушились три КВ, сопровождаемые пехотой мотострелковой бригадой, и до его помрачневшего сознания не сразу дошло, почему фашисты, лежавшие цепью в каких-нибудь ста метрах от его окопа, вдруг ослабили огонь, стали поспешно отползать, а потом поднялись и беспорядочно побежали, но не назад к балке, а на северо-запад, к глубокому оврагу. они катились наискость по склону, как серо-зеленые листья, сорванные и гонимые сильным ветром, и многие из них так же, как листья, падали, сливались с травой и больше уже не подымались. Продолжение следует... Продолжение следует...